Всем привет! С вами Аурум и, как вы знаете, вышло долгожданное обновление, которое принесло в игру, я бы сказал, значительные видоизменения. Итак, начнем с первого, наверное, самого важного обновления. Это в игре появилось новое защитное сооружение под названием Чистильщик. Вот, хотел сказать, вот так он выглядит. Выглядит он вот так. Мы его можем здесь увидеть. Пока я его, к сожалению, не построил. Давайте, наверное, посетим какой-нибудь... посетим, наверное, какого-нибудь игрока в глобале. Ну, например, вот этого. И посмотрим, возможно, он уже построил себе Чистильщик. Да, я не ошибся. То есть, Чистильщик выглядит вот таким вот образом. У него есть свой радиус атаки. Давайте посмотрим. Отбрасывает на 3-6 клеток. Чувак уже его апнул до 6-го левела. И получается дальность 1-15 клеток цели воздух. Чистильщик контролирует небеса мощными потоками воздуха, отбрасывая летающих противников. Чистильщики могут быть направлены только в одну сторону. Так что повращайте их, чтобы найти лучшую позицию. Ну, в общем-то, друзья, это значит, что воздух наконец-то порезали. Для меня это не очень хорошая новость, так как я уже привык, уже научился играть гончими шарами. Думаю, теперь будет намного тяжелее ими играть. Ну, а все криворукие придурки, которые так и не научились играть шарами, будут сейчас радоваться и злорадствовать. Вот. Но, в общем-то, ладно. Ничего страшного. Это как бы ожидаемый такой вариант. Ну, что по поводу Чистильщика, еще можно сказать, что его можно построить 6-го уровня ратуши. И всего он имеет 6 уровней прокачки. А дальше... Ну, в общем, я не буду разглагольствовать, вы поняли. Для меня это плохая новость. Я не хотел, чтобы воздух резали вот сейчас. Сейчас мне это, лично мне это невыгодно. Вот. Но все остальные можете радоваться, наверное. Вот. Ну, напишите свои, как бы, мысли по данному поводу в комментариях. Потому что, на самом деле, это самое значимое такое обновление в этой игре с этой обновой, которая привнеслась в игру. Итак. Следующий, довольно прикольный вариант, это закладки клана. Теперь мы можем, зайдя в клан, поставить закладку. Ну, вот. Закладка удалена. Здесь появляется плюсик. Мы на него нажимаем и получаем клан в закладке. Теперь он доступен здесь. Я добавил сюда 3 своих клана. Вот. И их можно, по-моему, до 30, если я не ошибаюсь. Да. До 30 кланов можно добавлять себе в профиль. Еще момент. Мне кажется, что было бы круто добавить закладки не только кланов, а закладки игроков. И я более чем уверен, что в скором будущем это будет реализовано. Потому как даже мне пишут постоянно в каком-то клане. Я постоянно перехожу с одного клана в другой, но в плане ролик снять еще что-то. Я всем говорю, что я постоянно в Укр Юнити, в принципе. Это мой основной домашний клан. Но в любом случае некоторые люди по видео не понимают. Потому что там бывает такое, что за неделю выходит, к примеру, 4 ролика. И в каждом из роликов я в разном клане. Поэтому было бы неплохо добавлять закладки человека и наблюдать за ним. Это на самом деле было бы удобно. Мне писали бы меньше в личку по данному поводу. А в принципе, вот недавно, если вы знаете, я снял ролик о игроке, который получил первым в игре тысячу звезд. Так вот, если бы я не знал его клана, то мне было бы очень сложно смотреть, следить за ним около двух месяцев. Пока он набирает эти свои звезды. Поэтому было бы очень удобно. Дальше. Что касается предпросмотр армии для клановой войны. Ребят, появилась такая функция, когда мы атакуем в КВ, то появляется такая фишечка. Что когда мы идем в бой, мы не всегда знаем, наварили ли мы все зелья. Взяли ли мы, полностью забили ли барак себе. В клан Кесле у нас полностью или не полностью расположены войска. Да, именно теперь мы будем видеть что-то подобное, вот как здесь нарисовано. То есть мы... Давайте я лучше прочитаю. Вам больше не придется атаковать без подготовки. Теперь вы можете просмотреть свою армию перед каждой атакой. Ознакомьтесь со своими войсками, войсками клана, заклинаниями и героями. Все, чего не хватает, будет отмечено красным. Готовьтесь, иначе пожалеете. Вы больше не можете закончить военные атаки, не сдаваясь. Вот, поэтому теперь в этом смысле будет, конечно, удобнее. Хотя я не чувствовал никакого дискомфорта без этой функции. Посмотрим, как она работает. В ближайшее время мы все увидим на ближайшей клановой войне. Дальше, следующее обнова, это улучшение интерфейса. А начиная с пятой уровня ратуши, у вас есть один шанс изменить свой игровой ник. Пользуйтесь этой возможностью. Ну, я анонсировал эту обнову, по-моему, один из первых. Вот здесь нажимаем просто изменить имя, и вы можете поменять свой ник. Достаточно круто, я об этом много уже разговаривал, говорил, но... Сейчас ходят слухи, что после обновы несколько человек, там, первые люди, которые изменили имя, больше не могут войти в игру. Но, в общем-то, не суть. Я думаю, все пофиксят, все будет работать четенько. Это прекрасная возможность для многих людей, и те, которые там вбили крымы в начале игры, поменять, наконец, свой ник на что-то более логичнее. А дальше, в чате клана теперь видно, когда были изменены настройки клана, и кто именно их изменил. То есть, если в настройках клана какой-то Вася заходит и делает, например, как я был клан закрытый, стал открытый, то я сразу же появлюсь в... Вот, настройки клана обновлены. И я заново, может, никто не заметит, закрою это все. Вот. В общем, в принципе, очень удобно. Дальше. Радиус действия защитных сооружений виден даже при их строительстве. Ну, давайте посмотрим. Вот. Чистильщик у нас еще строится, но мы видим красную полосочку. Красной полосочкой, точнее, радиус самого чистильщика. Можно их вращать, как я уже говорил, и направлять в нужную нам сторону. Странно, что чистильщик пока один. Если бы их было много, можно было бы поставить в центр базы, и вообще бы никто к тебе не подлетел. Далее. Можно изменить режимы атаки для некоторых защитных сооружений, даже если они строятся. Режимы атаки... А, даже если они строятся, я понял. То есть, для арбалетов, для инферно мы можем менять режим атаки, даже если они в процессе постройки. В настоящий момент все защитные сооружения смотрят в разные стороны от вашей ратуши. И только чистильщик смотрит туда, куда вы его направили. Ну, это только что я показал. Игровые улучшения. Атакующие войска больше не будут гоняться за защитными. Исправлены редкие случаи, когда войска находятся в радиусе защитных сооружений, но строение не наносят урона. Количество ресурсов на нижних уровнях карты в одиночной миссии будет увеличено. Наряду с незначительными настройками сюрприза. На нижней... Так, не понял. Количество ресурсов на нижних уровнях карты в одиночной миссии будет увеличено. Ёпту. Ребята, я его прошел. Не гоните. Вот это вы засранцы. Я в шоке просто. Ну, ладно. Как так-то, а? Блин, дайте мне вообще излишки. Я готов еще раз напасть за излишки. Давайте деньги. Ладно. А теперь вот то, что самое интересное. Вот смотрите. В новостях у меня этого нет. Вообще. То есть это доступно в новостях в... Я так понимаю, на андроидах или в плеймаркетах. Мне ребята скинули в личку эти новости, но у меня их нет. Фарм действительно изменился, но у меня нет следующего. Изменения в подборе игроков. Теперь есть большая вероятность того, что вам будут попадаться только игроки с таким же уровнем ратуши, как и у вас. Давайте я буду клацать на подобрать соперника и будем смотреть. Ну, восьмой ТХ. А, например, игроки с ратушей 9 и 10 даже в бронзовой лиге будут чаще находить игроков с 8, 9 и 10 уровнями ратуши. Кстати, ребят... Ой-ё-ё! Блин, ну это круто вообще на самом деле. Это прикольно. Что я только что вообще вычудил? Я в шоке просто. Ну не вычудил, а... Блин, вы видели? Я третий раз нажал. Зачем экс-мод вообще? Какая вообще в нём теперь прикол? Вообще, наверное, никакого. Это же, блин, офигительно. Я такого фарма давненько не видел Вообще-то Блин, хотя все в складах Ну не суть, ладно Чуть-чуть что-нибудь накажу Блин, 5 лямов, я в шоке Ладно, это очень круто В общем, буду читать дальше Это сделано для облегчения игры новичкам Ведь никто не любит, когда его полностью разбивают Непропорционально сильной армии Эти изменения не коснутся чемпионской лиги Блять, у меня королева сдохла, пока я читал Это изменение не коснется чемпионской лиги Так что подбор игроков с низким уровнем ратуши В этой лиге останется неизменным И те, кто знают, те, кто были в нулевой лиге Там принцип тот же Поэтому я предполагаю, что разрабы сделали такой пилотный проект Для нулевой лиги Он у них пошел И они решили его распространить на всю игру То есть, если у вас 8-9 уровень ратуши Значит вы будете видеть 8-9-10 домики Везде, кроме чемпиона В чемпионе только 10-е ТХ Ну, либо же какие-то... Ну, в общем, на чемпион это не распространяется Дальше Будет обновлен подбор соперников в клановой войне Я так и не заметил, сколько я пофармил вообще Ну, по-нюбски пофармил, потому что Луки-варвары, плюс еще вам тут все рассказываю Там, короче, по 100 тысяч и 500 нефти Такое себе дело Также будет введена акция на удвоение опыта в клановых войнах Теперь предпочтительнее подождать, пока найдется соперник в клановых войнах Ведь теперь будет более ровный подбор Причем написано именно ровный Ну, ребят, я очень сильно надеюсь, что будет именно ровный подбор Потому как сейчас в моем клане юзается тактика по отмене войны Спустя 8-10 минут, если соперник не нашелся Если сейчас можно будет включить и спустя полчаса найдется реально ровный соперник Как написано, не равный, а ровный То я не против Проблем 0 Но... Не знаю Ну, давайте посмотрим У нас и так был ровный соперник Последнее КВ 132-97 Несколько атак с этого КВ попозже посмотрю В общем, покажу точнее В общем, с вами был Аурум Надеюсь, эта информация была полезная для вас Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Спасибо и удачки!